Так вот, наше сегодняшнее знание о пути сознательной духовной эволюции, механизме, этапах, её особенностях, эволюционной трансформации человека, что же с человеком происходит под влиянием, под действием этой нисходящей эволюционной энергии. Наше знание о режиме функционирования психики. Вот вчера мы говорили о релятивистской концепции психической деятельности. Вот то, что человек является собой эзотерически и психологически, что они тесно, так сказать, связаны, что это, по сути, вещи, которые нельзя разделять, эзотерика и истинная психология. То, что из древности пришло и то, что сегодня мы можем подтвердить на опыте, это фактически показывает, что существуют древние знания, что древние знания были интуитивно, так сказать, внутренне осознанные людьми. не противоречат нашим сегодняшним, будем говорить, экспериментальным или опытным данным. Попробуем также сегодня поговорить о том, что значит и какое значение имеют действительно ключевые евангельские понятия, в смысле эволюционном, такие как Царство Божие, Жизнь Вечная, Дух Святой Божий, Преображение, Воскресение, Вознесение, Второе Пришествие Христа, Страшный Суд, эти понятия, они кажутся нам какими-то мифологическими, сказками определенными. Ну, кто-то верит, слепо и тупо и глупо, что все это правда, кто-то говорит, что все это чепуха, но мы должны все-таки рассмотреть их в свете наших сегодняшних знаний об эволюционном процессе, о человеке, о том, как он трансформируется. И оказывается, что это действительно те самые термины, те самые ключевые евангельские понятия, которые имеют прямое отношение к эволюционной трансформации человека и вообще к эволюционному процессу. Ну, что такое Царство Божие? Я думаю, что Царство Божие, Царство Божие на земле. Но обычно, что под этим подразумевается? Сытая, счастливая, безбедная жизнь человечеству здесь, вот в этом материальном мире, да? Есть Царство Божие на небе, есть Царство Божие на земле, говорит, ну, на небе это, наверное, там, вот, помрешь за хорошее поведение, получишь Царство Божие на небе. Ещё Царство Отца, если Иисус употребляет этот термин. Но Царство Божие, Царство Божие на земле, если мы с вами внимательно посмотрим историю жизни Христа, внимательно, так сказать, разберёмся в евангельских текстах, в любой Евангелии мы возьмём, где Иисус удаляется в пустыню, и там Он оттуда выходит полной силы духа и благодати. Выходит оттуда обретший Царство Божие, по сути. То есть, это духовное рождение, акт духовного рождения, это и есть обретение Царства Божия. Это не на небе, не где-то там. То есть, рождение в духе, это и есть человек, обретший Царство Божие. Всё, здесь, в этом теле, на земле, не человечество обретает это Царство, а конкретный человек. Ведь Евангелие обращено к человечеству не к абстрактному, оно обращено к каждому конкретному человеку. И как он его примет, как он его поймёт, и как он его в практическом смысле начнёт реализовывать, и зависит его дальнейшая судьба. Судьба человека. Это не планетарная вещь. К человечеству обращено Евангелие. К конкретному человеку, готовому его принять и готовому следовать тому пути, который там дается. А к человечеству как? Все это будет абстрактно. Когда приняли, что Евангелие обращено к человечеству, то началась попытка построения Царства Божьего на земле. Католическая церковь строила, коммунистический режим строил, и все это пустое, задеи, которые, в общем-то, не стоят ничего. А вот конкретный человек обрести это Царство вполне может. То есть, родившись в Духе, он становится не от мира сего. Так что понятие Царства Божьего, надо прямо понимать, что это акт духовного рождения. Иисус об этом ясно говорит. Говорит постоянно в Евангелии, только надо правильно понимать в контексте, что он говорит. Уже потом, поздние его толкователи все это переначали, сказали, что это только на небе можно обрести. Католики, правда, попытались и на земле его устроить. Ну, в общем, все попытки провалились. А что на небе, я не знаю. Что я на земле могу здесь сейчас обрести его, родившись в Духе, это факт. И те люди, которые это действительно сделали, говорят, да, это совершенно другая новая жизнь. Здесь же, на земле, в этих условиях, в этом социуме. Но ты совершенно другой человек. Это не психотерапия. Ты не к врачу ходил, или таблетку тебе надавали, чтобы ты чувствовал себя совершенно по-другому. Это естественный, нормальный акт трансформации под действием вот этой нисходящей божественной силы. Дух Святой Божий, что такое в Евангелии? Так вот, это та самая сила, о которой идет речь. Мы ее открываем. Вот Дух Святой Божий, это та сила, которая есть в каждой точке пространства. Она имеет напряженность везде. Не надо никуда ездить, не надо никуда ходить, никаких поломочек. Точка головой любая, где бы ты ни находился, вниз головой, боком, на четвереньках, она всегда, эта точка есть, в которой ты можешь открыть вот этот нисходящий поток. Так что, в евангельский текст, в Евангелии от Иоанна замечательно сказано там, что Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе и в истине. И Иоанн сказал это блестяще. Это любимый ученик Иисуса, который прошел всю жизнь, единственный из всех первых апостолов, который умер своей смертью, естественным образом, не был казнен. Он прожил жизнь во Христе, полностью прошел этот путь, и имел право сказать, что Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе и в истине. Это первый, так сказать, полностью реализовавший учение Иисуса человек на земле. Вот этот апостол Ян. И он подвел итог, он сказал. Вот это так. И вот открытие этого Духа, открытие этой силы, эволюционной энергии, или божественной силы, называйте, как хотите. Можно сказать, вот слово Дух пугает, да? Любой атеист, он сразу пугается этих терминов. Атеист это хорошо, честно говоря. Вот атеисту гораздо проще открыть и реализовать себя на духовном поприще, чем человек, которого приучили к крестьянской обрядности, к вере, во все то, что является сутью, как назвал Лев Толстой, колдовства и обряда верия. То есть человек атеистически настроенный, может открыть Бога гораздо проще, чем тот человек, который считает, что он уже, так сказать, рядом с Богом пребывает, присутствует там в какой-то церковной организации, посещая какие-то там, так сказать, мероприятия, связанные с открытием, якобы, Господа, с открытием Духа. Вот. Эта жизнь показывает, что это так. Что такое жизнь вечная? Вопрос, так сказать, тоже такой интересный. Жизнь вечная, Царство Божие поняли, да? Духовное рождение. Дух Святой Божий – та самая сила, которая преобразует человека, и которая в результате работы, которой вот это Царство Божие обретается. А в дальнейшем, после обретения своей истинной сущности, духовной сущности, после обретения Царства Божия, тот же самый Дух продолжает работу. И что делает? Он нарабатывает в нашей телесной, материальной структуре новую, совершенно, так сказать, тонкоматериальную структуру, в которую переходит то, что мы называем собою. Тело становится просто чистым инструментом вот этой новой, совершенно тонкой, тонкоматериальной структуры, которая абсолютно-абсолютно не связана уже с материальным миром. То есть, наше я, истинное я, живет уже на том самом плане сознания, на котором не страшно оставить тело, и ты, сохраняя индивидуальность и полную память, на тонких планах сознания уже продолжаешь, так сказать, пребывать в сознании и, так сказать, в активной деятельности. Это и есть обретение жизни вечной. Ибо Иисус сказал, Он замечательно сказал, Он сказал, когда Его спрашивали, А что такое, когда вы, это самое, вот, когда страшный суд состоит, и его ученики спрашивают, что будет? Вот будет второе пришествие, и вообще второе пришествие, Иисус объяснял это так, и замечательно объяснял. И мы с вами понимаем, что это вскоре должно быть, ну, вскоре, так сказать, о сроках мы не будем говорить, что такое вскоре. По историческим масштабам вскоре может быть и сто лет, и тысячи лет, да? Говорить об этом не имеет смысла, ибо сам Иисус сказал, что те сроки, которые расписаны где-то там на небесах, они известны только Отцу Небесному, а, говорит, сам не знаю, когда это будет. То есть, пока человечество не будет готово к определенным изменениям, пока оно не принесет нужный духовный плод, эти сроки, так сказать, могут варьировать в будущем. Понятно, наверное, что нет фиксированной точки. Вот сейчас должен произойти какой-то переворот. 12-й год, там, наша Земля, или Солнечная система ходит в плоскость галактики, должен быть какой-то катаклизм. Всех пугают. Вот, календарь этих мая, там, что-то расшифровали, сказали, что будет полный конец. Вот, ну, когда меня спрашивают, что будет, там, 31 декабря, или 25 декабря 12-го года, я говорю, если мы с вами нормальные люди, то мы будем просто следовать по пути сознательной эволюции. В этот период, и всё. Нас не должно волновать, что там будет с Землёй, с планетой. Ибо от нас это не зависит совершенно, что там будет. Поэтому тут надо полностью предаться вот тому, что мы с вами открыли. Так вот, вот это Второе Пришествие, или Страшный Суд, это действительно будет некий катаклизм материального характера на Земле, когда вся материальная структура, вот то, что мы называем материальным миром, должно преобразиться. То есть, должен произойти некий квантовый скачок эволюции, и все плотно-материальные структуры, они должны трансформироваться в нечто более тонкое. И когда мы думаем, что Земля вечно, она вот должна быть вот в таком твёрдокаменном состоянии, то давайте обратимся к космологии, к астрофизике, и посмотрим, как там исчезают целые галактики, планеты, в один момент взрыв там происходит, и что там осталось, непонятно, ток излучения. Так что мы наивно полагаем, что тут вот всё так настолько стабильно, что вообще ничего произойти не может. Что не может произойти чудо, вот того чуда, а с точки зрения физики, астрофизики и каких-то процессов глубинных физических, никакого чуда нет. Просто система переходит на новый энергетический уровень, исчерпав себя вот в том состоянии, в котором она есть. Понятно, наверное? Потому что не надо вот думать, что это вот нечто, какое-то вот, или от беса, или там, так сказать, сказка какая-то. Это нормальное явление, нормальная вещь, которая, в общем, периодически происходит во Вселенной, причём в более крупных масштабах, чем вот наша планета. И микромир, и макромир, они изменяются, изменяются, причём существенно. Так что вот этот страшный суд или второе пришествие, это событие, которое действительно изменит материальность земли. И вот Иисуса ученики спросили, а вот все ли придут на этот страшный суд, все ли во время второго пришествия, так сказать, будут на земле, кто их будет судить и как, он говорит, не все. То, кто уже обрёл жизнь вечную, на суд не приходит. То есть те, кто выполнил сейчас вот здесь, в этих материальных условиях, свою главную задачу, они здесь уже не будут в тот момент, когда будет этот, ну, действительно страшный катаклизм, в том плане, что те люди, которые не идут нужным путём, они будут подвергаться мощному деструктивному давлению этой нисходящей силы. Это действительно болезненно, это действительно в психологическом и физическом плане трудно, даже мучительно. Это факт, потому что те вот, у кого сходы этой энергии бывают совершенно неконтролируемы, есть люди вот больные, например, эпилепсией, то они ощущают это в полной мере. Вот сейчас просто вот обвальные такие сходы энергии. А когда напряжённость её возрастёт действительно до пределов, когда нужно будет вот этот, как бы, факт физического преображения вот должно состояться, то тогда, видимо, это... Также в Евангелии от Иоанна сказано, вернее, в Евангелии от Фомы сказано, что женщины не рады будут тому, что рожают детей. Это будет, ну, болезненно. Чтобы дети не испытали вот таких вот тяжёлых последствий. Вот это то явление, которое вполне-вполне, так сказать, согласуется с процессами космологической трансформации разных, так сказать, объектов. Это нормально. Мы, как часть, как часть, материальная часть планеты, вот сознательная часть, должны, так сказать, понимать, что главная задача — это, так сказать, соединиться с этой силой, дать ей возможность до всяких, так сказать, губительных последствий сделать то, что она должна сделать у нас. Что касается преображения, вот, помните, преображение Иисуса на Фаворской горе. Он стал, так сказать, предстал перед учениками в таком в белом, блистающем свете. И они даже, так сказать, ослепли, по сути, вот в первый момент. Вот, и вибрации радости, и вибрации, так сказать, вот, света и счастья озарили вот это пространство вокруг. Это не что иное, как соединение вот этой пространственной нисходящей энергии эволюционной с той же самой энергией, с теми же самими вибрацией, которая находится на самом нашем, так сказать, дне материальности в нашем материальном теле. Это событие испытывали, вернее, это преображение испытывали. И многие великие святые прошлого. Серафим Саровский прекрасно вот в Мотовилах описывает, как, так сказать, он ему это продемонстрировал. Вот те, кто идёт по пути сознательной духовной эволюции, тоже имели эти переживания, кто-то в меньшей, кто-то в большей степени. Так что никакого чуда здесь нет. Это просто, так сказать, замыкание пространственных вибраций, вот этой божественной силы, которая проникает в материальность нашего тела и начинает вбирать нас вот в этот вот божественный вибрационный поток. Это действительно, пережив это, можно сказать, вот я могу это сказать совершенно, так сказать, определённо, что Бог есть любовь. Это то, что захватывает тебя полностью. Не любовь к какому-то объекту, не любовь к чему-то, не любовь к человечеству, а просто ощущение радости и любви абсолютно без предметного. Вот любовь в чистом виде, не эгоистической, не на кого-то направленной. Вот и всё. Это действительно фантастика. То есть преображение понятно. Воскресение тоже понятно. Мы уже, работая на этом пути, нарабатывая эту новую структуру, мы воскресаем, мы, обретая жизнь вечную, способны при оставлении физического тела существовать на любом плане сознания, абсолютно не теряя индивидуальность. Мы что боимся потерять? Свою индивидуальность, да? Хотя на самом деле считаем, что боимся потерять тело. Тело мы теряем каждую ночь. Каждую ночь мы, где? Те наше тело нету. И как-то мы особо о нём и не вспоминаем, даже полегче, без него. Там ничего не болит, не скрипит. Так что нас приучают к оставлению тела, что по ночам мы его не имеем. А мы, глупенькие, думаем, потерять тело – это вообще ужасно, это что-то страшно. Потерять мы боимся индивидуальность своей, вот ощущение «я». Но когда «я» страдает, сильно страдает, то хочется потерять ощущение «я». Когда страдаешь, ну чтобы вообще всё исчезло. Ну, замечательно сказал, что Евробинда, то только глупец думает, что могила избавит его от вечности. Это касаемо самоубийства, каких-то там актов расставания жизни добровольных. От вечности могил не избавляет. Всё равно предназначено эволюционировать, предназначено им меняться, будет возвращено на землю, и в более суровых, более тяжёлых условиях, в кармически более сложных условиях, тоже продолжать эту работу. Бессознательно пока, до тех пор, пока до сознания человека не достучится вот эта сила, чтобы он сознательно начал меняться. Так что вот вопросы в воскресенье. Иисуса видели ученики воскресшего, видели не в совсем обычном теле, ибо у них это зрение, или вот способность видения тонкоматериального, тонкого физического плана у учеников открылась. Мы вчера говорили, что это тонкое физическое зрение, оно присутствует в каждом человеке. Вот они увидели воскресшего учителя. Воскресшего, так сказать, вот на тонком плане, вот видели только его ближайшие ученики, ибо они, находясь с ним, вот в части, так сказать, просветления и открытия вот этих тонких физических процессов, они преуспели, и безусловно, вот они именно его и увидели. И никто из них не отрёкся, когда их спрашивали, ну откажитесь, вы же его не видели, это обман, и никто из них под страхом смерти не отрёкся, что они видели воскресшего учителя в материальном таком облачении. Все они предпочли умереть, хотя могли бы остаться жить, если бы сказали, что это обман, что они не видели. Мистификации. За исключением Иоанна. Ну вот эти основные евангельские понятия, они очень хорошо согласуются с тем, что мы наблюдаем с вами в процессе эволюционной трансформации человека. Это факты, которые, ну, не мифология, не сказка, а действительно реальная вещь. Потому что по-другому вот тем людям, с которыми общался Иисус, он не мог им ничего объяснить. Никакого наукообразия и науки быть просто не могло. Так вот, мы с вами попробуем сегодня вот эту единую эволюционную концепцию истории человечества совместить органически с учением Христа. Вообще совмещается ли вот та история, история человечества с этим учением Христа.